С вами я Александр Демидович. Ну вот я после объезда во вторник, сегодня понедельник, приехал посмотреть, что здесь происходит. Ну вот, сейчас я вам буду все показывать. Асфальт, заезд сделали, чтобы вода не шла туда. Ну будем смотреть, сейчас все оценим, работу. Здесь оттянули, сделали такой лежачий полицейский или бордюрчик. И оттянули сюда асфальтом. Вы видели прошлый мой репортаж с переулка Лодочного, с выездной планерки. Я сейчас здесь нахожусь, вижу засыпано щебнем, гранатсевом потом. Дорога усыпана, где-то брукмасса или это свежий асфальт, не знаю. Ну, хотя бы относительно приведена дорога в порядок. Ну, все-таки лучше. Ездить здесь есть возможность. В прошлом репортаже отчетливо видно было, что здесь, конечно, дороги практически не было, все вымыто было. Ну, видно, что сейчас уже ездят, ходят хоть немного, хоть что-то. Но я так понял, что в течение двух-трех дней была решена проблема. Сейчас я вам показываю, смотрите. Вот здесь мы были вчера, не вчера, неделю, почти неделю тому назад. Завтра будет ровно неделя. Но я не думаю, что здесь на выходных кто-то что-то делал. То есть утрамбовано все. Сравнить есть с чем. Ну, я пройду по всей длине. Посмотрю, может, где-то кого-то услышу, увижу еще жителей. Может, кто-то что-то скажет. Здесь даже комиссия пройти даже не могла. Ну, на данный момент мы видим с вами. То есть первичный максимум сделан. Да, до конца усыпано все, сделано. Зачем я делаю этот репортаж? Многие, не многие, точнее, есть люди, которые все время возмущаются, что никто ничего не делает. Всем наплевать. Нет, не наплевать. Власти работают. Проблема в другом, в этом районе для меня состоит. Здесь есть депутат городского совета. Кому интересно, кто здесь депутат, он свободно может на сайте городского совета найти. Там депутаты по территориям расписаны, кто где. И вот что удивительно. По вот этому переулку много лет есть проблема. И здесь, здешний депутат, я не называю фамилии, чтобы не было потом, не говорили, что я кого-то троллю там. Или еще что-то делаю. Критикую. Еще раз, если интересно, вы свободно найдете, кто здесь депутат. Кобыщаны переулок Лодочный. Знает ли депутат об этой проблеме? Прилагал ли он какие-то усилия? Писал ли обращения? Граждане обращаются напрямую к властям. А депутат как бы не удел. Он может и не знать даже об этой проблеме. Как его здесь выбрали? Я не знаю, почему его выбрали. Может, потому что он славный человек. Кому-то где-то. Причин может быть уйма. Но результат его депутатства нулевой. Сегодня здесь работает власть напрямую. Минуя депутатов. Стоило ли выбирать такого депутата? Мы с вами знаем, и я неоднократно вам показывал. Есть депутаты, которые по всему городу пашут. Пашут, работают. Добиваются каких-то результатов. Там крыши ремонтируют, дороги, да. Между домов, проезды. Не раз я это делал, и не раз вы это видели. А здесь нету депутата. Почему? Не знаю. Ну, наверное, голосует человек за что-то, как-то, где-то. А работу с людьми. А как быть с избирателями, которые тебя выбрали? Избрали. На тебя понадеялись. Очень хочется, чтобы все депутаты все-таки работали. Они где-то прятались. И таких участков, к сожалению, в Полтаве немало. Там, где депутаты... Ну, нету их. Мы с вами видели, да, еще весной я там делал... Я, как прорываешь, депутат. А на сегодняшний момент тяжело делать этот проект, потому что... Есть среди депутатов бездельники. Депутатские бездельники. Просто-напросто. И они не работают. И результат, к сожалению, налицо. Где-то у людей решаются проблемы. Не быстро. Но все-таки есть проблемы, которые требуют решения, и они решаются. А есть такие, где не решаются. А потом возмущаемся. Кто-то кому-то что-то не так сказал, сделал. Да вот работа. Кто-то хочет работать, а кто-то... Занял кресло, а потом переживает за него. Как бы его не лишиться. Кресло мягкое, удобное, я знаю. А ножками топтать, а с людьми общаться. Вот так мы и живем. Удачи, Полтава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Егорова